Что такое фашизм? Фашизм это, ну скажем так, крайнее проявление форма национализма, ну такого жесткого махрового национализма, когда ставятся на первое место интересы какой-то определенной нации или национальной группы, когда объявляется, что не хватает... И вот сразу появляются теории, кто виноват, а вот эти виноваты, и как обычно Россия под боком, где все есть, и появляются, да, ну нацизм это уже, как бы скажем, разновидность фашизма, крайнее такое проявление, и поэтому мы видим в Европе эти, есть же неофашистские группы, есть же вот эти вот движения, как правило, крайне правого вот такого вот толка. И сама политическая действительность и реальная жизнь в той же Европе дает для этого основания. Посмотрите, сколько мигрантов, да, из Северной Африки, из арабских стран попадают в Европу, они не хотят подчиняться местным законам, они не хотят учить язык того населения, которого приняли, пытаются диктовать свои, плюс религиозные какие-то моменты накладываются. И, конечно же, появляются агрессивные группы, которые пытаются переломить эту ситуацию в свою сторону. То есть есть питательная среда для этого. И раньше у нас, когда мы жили в Советском Союзе, это было исключено, потому что помните знаменитый лозунг интернационализма, дружбы народов и так далее, это действительно было реально. Это не лозунг, это был один из столбов существования социализма, социалистическая наша, действительно. А сейчас что у нас? У нас началось национальное расслоение, социальное расслоение мощнейшее идет. Да, мы 30 лет молдаване с того берега Днестра, с этого берега Днестра, русские с того берега Днестра, с этого берега Днестра. Помириться никак не можем. А с чего все началось? С языкового вопроса.